Золотая рыба В давние времена жил на берегу моря старик-рыбак со своим единственным сыном. Были они очень бедные, всего добра у них, старая лодка да невод. Молодой рыбак отцу помогал, да целыми днями песни пел. Однажды закинул старик в море невод, вытащил его и видит, бьется в неводе рыба, извивается. А рыба не простая, а золотая, удивился старик и говорит сыну. Присмотри, сынок, за диковинной рыбой, а я пойду расскажу о ней хану. Может быть, он нам за эту рыбу дорогой подарок пожалует? Ушел старик. А молодой рыбак посмотрел, как рыба в неводе бьется, мучится, и пожалел ее. Не стал на отца дожидаться и отпустил ее в море. Нырнула золотая рыба в море и уплыла. Приехал хан со своей свитой и стражей, приказал. Ну-ка, показывай мне свою диковинную рыбу. А молодой рыбак опустил голову и говорит хану. Пожалел я красавицу рыбу и в море отпустил. Рассердился хан, старика стал бронить. Ах ты, негодный старик, как ты смел из-за такого пустяка мой ханский покой тревожить? И кто это слышал, чтобы в море золотые рыбы водились? Тряхнул ханский визирь своей длинной бородой. А борода у него была такая длинная, что по земле волочилась. И говорит. Я на свете больше ста лет прожил, но о таком диве не слыхал. Как ни старался старик рыбак убедить хана, что он правду говорит про золотую рыбу. Не поверил хан, только больше разозлился. И приказал связать молодого рыбака по рукам и ногам, положить в старую лодку и пустить в море. Возвращается хан во дворец и своему злому делу радуется. А бедный старик стоит на морском берегу, смотрит, как волную лодку с единственным сыном уносит. И не знает, что ему делать, как сына спасти. Скрылась лодка из глаз. Упал старик на землю, проклинает зверя хана. Лежит молодой рыбак в лодке и ждет своей гибели. А лодка уплывает все дальше и дальше. Наконец, показался вдалеке остров. Прибили волны лодку к острову и врезалась она носом в прибрежный песок. В тот же миг вышел из-за деревьев молодой юноша. Он так был похож на молодого рыбака, словно одна половина яблока на другую. Подошел юноша к молодому рыбаку, руки-ноги ему развязал. Обнял молодой рыбак доброго юношу, поблагодарил. Юноша достал лепешку, отломил половину и подал молодому рыбаку. Так началась у них дружба. Однажды ходили друзья по острову, видят, какой-то старик стадо пасет. А юноши думали, что кроме них никого на острове нет. Подошли они к старику, поздоровались. Старик рассказал им. На расстоянии трехдневного пути отсюда есть страна. У хана той страны большое горе. Единственная его дочь, красавица такая, что и в целом свете не найти. От самого своего рождения ни слова не сказала. Хан всем людям объявил, что кто его дочь вылечит, того он самыми дорогими подарками наградит. Но если ханская дочь по-прежнему немой останется, у того, кто брался ее лечить, голову снимут. Так уже много добрых молодцев своей головы в ханском дворце сложили. Удивились друзья и решили все же попытать счастье. Когда приблизились они к ханскому дворцу, юноша говорит молодому рыбаку. Да и я первым свое счастье испытаю. Если мне удастся вылечить ханскую дочь, все подарки с тобой поделим. Рыбак согласился, и юноша отправился в ханский дворец. Встретили его во дворце две невольницы, и говорят юноше. Много здесь похожих на тебя, богатырей удальцов, вылечить ханскую дочь пытались. Но вместо этого с каждым разом только башня из людских голов выше становится, и тебя несчастная доля ждет. Отважный юноша все же смело вошел к ханской дочери, поклонился ей и говорит. Эй, красавица царевна, нас у отца трое сыновей. Однажды мы пошли в рощу нарубить дров. Мой старший брат срубил дерево и выстроил из него красивую птицу. Он сделал ее так искусно, что выглядела птица как живая. Средний брат пошел по лесу, насобирал самых редких птичьих перьев и украсил ими деревянную птицу. Стала она еще красивее. А я нашел чудесный родник и выкупал птицу в чистой прозрачной воде. А жила наша птица, запела и улетела. После того пошли у нас большие споры и ссоры. Моя птица, каждый стал доказывать. Споры наши так разгорелись, что никто и конца им не видит. Вот скажи, красавица, чья должна быть птица? Разреши наш спор. Девушка выпрямила стан, ее черные ресницы задрожали. По лицу пробежала улыбка, но ни слова царевна не сказала. Только показала рукой на рот и стала качать головой. Юноша рассердился и стал угрожать девушке. Раз из-за тебя суждено мне умереть, так пусть и твоя голова вместе с моей пропадает. Выхватил юноша меч и замахнулся. Царевна со страха упала на землю, закричала. И в тот же миг из ее рта выползла белая змея. Извивается змея, шипит. Юноша наступил на нее каблуком сапога и раздавил ей голову. Царевна посмотрела глазами полными слез на юношу, сняла с руки кольцо и говорит. Возьми кольцо, иди во дворец к моему отцу, он тебя наградит. Взял юноша кольцо и побежал к своему другу. Как увидел его молодой рыбак, сразу бросился обнимать товарища. Юноша рассказал молодому рыбаку, что произошло в ханском дворце. Передал ему кольцо и говорит. Теперь я тебе свою тайну открою. Я, та самая золотая рыба, которую ты пожалел и на волю отпустил. Когда ты на берегу морском свои песни пел, Слава об их красоте по всей водной стране пошла. Чтоб послушать их, я подплыл к берегу и, заслушавшись, попал в сеть. Но ты меня избавил от плена. Когда ханские стражники тебе руки и ноги связали и связанного в лодку бросили, Я позвал на помощь своих верных друзей рыб. Я просил их подержать твою лодку и не дать ей потонуть. Мои верные друзья выполнили мою просьбу и привели лодку к острову. А я принял образ человека, похожего на тебя. За короткое время, что мы пробыли вместе, я еще больше узнал, какое у тебя чистое сердце И полюбил тебя, как родного брата. Но пришла пора мне возвращаться в мою подводную страну. Возьми у меня кольцо, пойди к хану и получи награду. А если я когда-нибудь понадоблюсь, приди на берег моря и позови меня три раза. Я всегда тебе на помощь приду. Сказав это, юноша бросился в море. Очень был опечален молодой рыбак разлукой со своим другом. Долго смотрел на волны вслед ему, а потом пошел в ханский дворец. Пришел и просит, чтобы его во дворец пустили. Долго ждал он ответа. Но хан не захотел отдавать за рыбака свою дочь и во дворец его не пустил. Как услышал рыбак такой ответ, свет ему чернее ночи показался. Пошел он на другой конец города и нанялся кузнецу в ученики. Прошла неделя и узнала про это ханская дочь. Стала она горько плакать, а потом и говорит отцу. Если ты меня за этого джигита, который меня вылечил, не выдашь, так сегодня же меня лишишься, без него мне жизнь не мила. Побежала она к реке и хотела в воду броситься, с трудом ее удержали. Волей-неволей пришлось хану свою дочь за молодого рыбака замуж отдать. Созвал хан людей на той. Приказал своим слугам нарядить молодого рыбака в праздничные одежды. На другой день свадебный пир начался, барабаны забили, корна и сорна и заиграли. Так молодой рыбак стал зятем хана. Однако хан не взлюбил своего зятя, все думал, как бы от него избавиться. Да и молодому рыбаку в ханском дворце тоже все было не по душе. Однажды царевна заметила, что молодой рыбак часто печалится, вздыхает. Подошла к нему царевна и спрашивает, о чем он так грустит. Не могу я вольно дышать в этом роскошном дворце. Ничто меня здесь не радует. Молодость моя на морском берегу прошла. Там мой любимый отец остался. Что с ним, не знаю. Если ты согласишься отправиться со мной к моему отцу, я буду самым счастливым человеком на свете. Только в моей стране ты уже будешь жить, как жена бедного рыбака. Там все это и роскоши, что в твоем дворце и рабыня тебя не будет. Я на все согласна, отвечает царевна. Лишь бы ты был счастлив, а больше мне ничего не надо. Только разве мы сможем переплыть море? В нашей стране никто не умеет корабли строить. Не печалься, я все устрою. Иди собирайся в дорогу. Отослал молодой рыбак жену в дом, а сам пошел на берег морской и три раза крикнул. Выплыла из воды рыба и спрашивает. Эй, верный друг, какое дело ты мне поручишь? Соскучился я по родной земле. Очень хочу вернуться на родину. А чтобы по морю плыть, нет у нас ни корабля, ни лодки. Старый мой челн весь развалился. Золотая рыба отвечает. Желание твое скоро будет выполнено. Чуть настанет вечер, я пришлю тебе большущую рыбу. Ты с женой заходи смело в пасть этой рыбы. Утром будете уже дома. Рыба нырнула в воду и исчезла. Когда настал вечер, поднялись на море волны. К берегу подплыла огромная рыба. Из носа у нее поднимался фонтан. От нетерпения она била хвостом. Увидела ханская дочь рыбу и от страха задрожала. А молодой рыбак ее успокоил, за руку взял и повел прямо в рыбью пасть. Вошли они, рыба закрыла рот и поплыла по морю. Плыла она так спокойно, так осторожно, что убаюкала молодого рыбака и его жену, и они уснули. А к утру удивительная рыба привела их в назначенное место и открыла рот. Упали горячие солнечные лучи на молодого рыбака и разбудили его. Видит он, перед ним родной берег, на котором он вырос, хижина, и около нее старый отец сидит. Удивился молодой рыбак, обрадовался, побежал скорее, обнял отца. А потом привел молодой рыбак к отцу свою молодую жену. И так стали они все трое мирно и счастливо жить в своей хижине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова